Чудеса 10 августа, дорогие друзья, Святая Православная Церковь наша совершает празднование святителя Петерима Тамбовского. Это особо торжественный день для жителей Николаевской области, потому что именно в этот день, свой День Ангела, отмечает Высокопреосвященнейший Петерим, митрополит Николаевский и Очаковский. Отец Серафим, будьте добры, хотелось бы более подробно узнать о святителе Петериме Тамбовском, потому что мы знаем, что именно в этот день наш владыка Петерим отмечает День Ангела, но назван он Петеримом, и как-то так получилось по жизни, что в какой-то мере он и отображает черты святителя Петерима Тамбовского. Насколько это правильно? Действительно, 10 августа Святая Церковь молитвенно чтит память святителя Петерима Тамбовского, небесного покровителя нашего владыки, управляющего Николаевской епархией. День Ангела для каждого верующего человека – это особый день, потому что, обращаясь к своему святому, мы просим его молитв и ходатайства перед Богом за нас, грешник. Правильно, для каждого человека в этот день прийти в Храм Божий, помолиться, исповедовать свои грехи, причаститься к святых христовых тайн, поблагодарить Господа Бога, Творца и Промыслителя, за те великие благодеяния, которые Он не спосылает нам в жизни земной. Хотя мы должны помнить, что истинное Отечество – это там, на небесах, а здесь мы странники и пришельцы. Мы должны не забывать, что там все святые, ангелы и архангелы прославляют Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосушную и Нераздельную. И в этот день хотелось бы, чтобы многие прихожане пришли в Храм Божий, в Кафедральный собор, на Божественную Литургию, и также вознесли свои молитвы, прославляя святителя Петерима Тамбовского, чтобы его молитвами Господь укрепил и нашу Владыку, чтобы он еще долгие годы правил Слово Божьей истины, потому что он, как заботливый Отец, печется о каждой веренной душе, о всей Церкви Христовой. И житие святителя Петерима Тамбовского поучительно для каждого из нас. Жил он в XVII веке, родился в городе Вязьме, это Смоленская губерния, и с детства был воспитан в православной христианской семье. И, читая его житие, удивляюсь, потому что, как говорится там, что любимым занятием для него было чтение святого отеческой литературы, а также житие святых. В наше время обычно дети увлекаются совсем другим. Сейчас многие в телефонах сидят, различные игры играют, в компьютеры сидят. И когда приходит свое время, тогда многие родители теряют своих детей, потому что не дают самого главного. А самое главное для каждого человека – это страх Божий. Поэтому, если будет страх Божий, то будет и почитание родителей, и уважение от людей, и Господь будет благословлять жизнь таких людей. И вот, воспитан в таком православном духе, он хорошо учился, и церковь не оставлял, любил на клиросе читать, петь. И когда исполнилось ему, когда он достиг совершеннолетия, тогда он попросил благословения у своих родителей, и ушел в Иоанно-Предтеченский монастырь, который там, рядышком находился, где он жил. Когда уже прошло некоторое время, когда исполнилось 21 год, прокопия постригают в монашиство с именем Петери. И тогда уже начинается монашеская жизнь, и какое бы послушание ему ни давали, он всегда с душой его исполнял. Так что уже вскоре братья очень полюбила его, потому что бывает в жизни так. Дать человеку какое-то послушание, для него оно бывает очень втягивость. А Петериму Тамбовскому, когда он был рядовым монахом, что бы ему ни поручали, всегда он это выполнял с душой. И потом братья избрали его в игумены, и слава о нем распространилась в окружности и дошла до Москвы. И когда патриарх Иоаким вызвал его к себе, то рукоположил уже его епископы и отправил в Тамбовскую епархию. Епархия эта была новенькая, там еще было все не устроено, не было кафедрального собора, там был маленький деревянный храм. Там люди населяли в основном язычники эти места. Там были также и раскольники, татары, магометане, которые отрицательно относились к христианам. Много было сильных преступников. И сейчас Тамбовская земля славится своими тюрмами, поэтому там был особый контингент народа. И святителю Петериму пришлось много потрудиться, чтобы зародить в душах христианскую веру, чтобы и они были наследниками Царства Небесного. Также святитель заботился о пастырях, потому что была крайне большая нехватка духовных пастырей. И вот он при епархии сделал такие курсы для священнослужителей и сам принимал у них зачеты, можно сказать, экзамены, учил их всему необходимому, что должен знать каждый священнослужитель. святитель Петерим посещал многие приходы. И, конечно, в то время было очень непросто, но он хотел вникнуть именно в суть проблемы каждого человека и вообще приходской жизни. И он не только молился и управлял епархией, он сам принимал в этом участие. Известно, что он сам копал колодцы, даже по сей день люди приезжают и рассказывают, что есть колодцы, которые выкопаны вручную святителем Петеримом Тамбовским. Поэтому и по сей день не зарастает тропа к его мощам. Слава о нем продолжалась не только при жизни, но когда он упокоился, был похоронен в правом пределе, в нижнем храме Спасо-Преобреженском кафедральном соборе. И после его успения многие люди приходили к нему на могилку, просили его святых молитв и со временем начали записывать различные события, которые люди получали по молитвам этого угодника Божия. И впоследствии он был причислен к лику святых угодников Божия. Поэтому прославляя в этот день святителя Петерима Тамбовского, дай Бог, чтобы его молитвами Господь благословил нашу страну миру, благословил миром наши сердца, чтобы мы несли достойно свой жизненный крест и были достойными наследниками Царства Небесного. Аминь. Отец Серафим, будьте добры, святитель Петерим Тамбовский жил более двухсот лет тому назад. И может быть возникнут сомнения у людей, что это было так давно, и тогда все было по-другому, а сейчас иные люди, иная жизнь, все иное. И что же равняться на тех, кто жил так давно? Вы знаете, что и тогда были свои страсти, и тогда люди не хотели жить праведно, тогда тоже хотелось такой свободной, легкой жизни, но эта жизнь никому не давала счастья. Вы знаете, вот читая Священное Писание, читая Псалтирь, и царь Давид, когда он уже жил, еще уже прошли тысячелетия, и как он писал, от юности моей я борю от меня страсти мои. Действительно, страсти борют каждого человека на противне всей жизни. Это кажется, что мы маленькие, что нам хочется там одно, второе и третье, а когда мы уже взрослеем, взрослеем, у нас совсем другие запросы. И когда мы уже достигаем какого-то уровня определенных житейских устоев, все равно враг искушает. Бывает, вот так вот люди говорят, что на старость будем в храм ходить, Богу молиться, а приходит старость уже силы не те, кто-то впадает в какие-то крайности, кто-то спивается, кто-то еще чем-то занимается, не тем, чем положено. Поэтому святитель Петерим, он как в детстве, в юности, он старался обуздывать свои страсти, старался быть примером для других, так и уже будучи на кафедре, он тоже своим примером учил как простых людей, так и пасты и церкви, которым, чтобы было на что равняться. Вот обычно люди хотят видеть в духовных лицах, в священниках, в архиереях, святых людей. И если мы не будем давать вот такой пример для жизни, то многие люди соблазняются и отходят от церкви, отходят от Бога. Соблазнить кого-то очень просто, а навернуть, наставить на путь истинный очень тяжело. Поэтому дай Бог, чтобы мы своей жизнью свидетельствовали другим о Христе Воскресшем. И нам яркий пример этому святитель Петерим Томбоз. Хотя он жил уже более 200 лет, но он для нас является образцом для подражания. Редактор субтитров А.Семкин